Здарова, народ! С вами Slim, поздравляю всех танкистов, которые любят, когда в игре появляются новые нации и новые танки. Вчера в обновлении 4.1 в World of Tanks Console появились шведы. Стартанули они двумя новыми премиумными машинами. Одна из них Stark STRV-S1. Это премиумная ПТ 8 уровня, которую вы видите сейчас перед собой на экране. Вы видели? Союзник поцарапал мне краску. Ужас, что же делать? На самом-то деле машина действительно нова в рандоме. Она очень красивая. Она имеет необычный дизайн, форму. И, конечно же, она привлекает к себе внимание. Поэтому выстрелы от союзников в первый день продажи данного танка привычное дело. В этом выпуске я хочу вам показать и рассказать о новом геймплее, который предоставляет данная ПТ-САУ. Помимо этого мы узнаем, как фармит. И самое интересное, вы узнаете, что надо было сделать на данной машине в первый день ее продажи для получения мастера. И, признаюсь, это первый мой бой. Я тут буду немножечко рачить, привыкать к новому геймплею. Но, вы знаете, я сам был удивлен, что в первом бою взял мастера. Вот, ну, сколько чего для этого потребовалось. Я не буду, конечно же, спойлерить. Итак, шведские ПТ-САУ. Скажу сразу, когда в игре появится сама ветка шведских ПТ-САУ, то, начиная с 8-го вплоть до 9-го, 10-го уровня, нас ждут специфические машины. Машины, у которых будет вот приблизительно вот такой дизайн, модель танка. Машины, у которых само орудие, вот, у определенных намертво приварено к корпусу. У некоторых есть углы горизонтальной наводки. Но углов вертикальной наводки у этих танков нету. У этих машин есть два режима. Осадный режим и походный режим. Походный режим это тот, в котором мы ездим. Но, из-за того, что ствол у нас, как правило, намертво или почти намертво приварен к корпусу, в походном режиме нормально стрелять мы не можем. Любая кочка, неровность или же низкий танк, и вы, соответственно, стреляете выше, ниже. Ну, и целиться в таких условиях, конечно же, невозможно. Поэтому вам с походного режима, в тот момент, когда необходимо вести огонь, нажатием всего лишь одной кнопочки, и через 2 секунды ваш танк меняет режим. Он становится в осадный режим. Тот режим, в котором вам комфортно будет вести огонь. Это делается с помощью пневматической или какой-то там еще подвески. Вот, благодаря ей у вас появляются углы вертикальной наводки, и они, соответственно, достаточно большие у каждой машины. Вот, и, соответственно, вот вы в таком режиме можете без напряга вести огонь. Заметьте вот этот момент, сейчас вот я уже понял, что в кустах, там на базе стоять нет резона. Надо немножечко активно играть. И вот, смотрите, я стою в центре поля, ну, практически в центре поля, где меня, ну, должны, по идее, быстро и легко снести. Но СТРВ-С1, она имеет острый такой нос и ровную крышу. И вот с помощью вот этого всего можно очень неплохо отыгрывать от рельефа. То есть, данная машина прячется, ну, за небольшими укрытиями. И учитывая, что у нее прямая ровная плоская крыша, вот, играя на пикселечках, то есть, вы видите, я показываю, ну, практически только крышу. И Льву, или любому другому, а там есть еще другие противники, в том числе, вот, и Т-29, и там, по-моему, ПТшки, вот, в принципе, как бы им очень сложно по мне вести огонь. То есть, выцелить этот пикселечек, и даже если вы попадете в крышу, вот, скорее всего, урона не будет. Поэтому это вот есть тот плюс, вот вы видите, как я стоял на горочке. То есть, есть плюс, вот, и достоинство вот этого танка. Вот, сразу скажу, что СРВ-С1, да, машина специфическая. К этому геймплею просто-напросто она будет привыкнуть. Но, в целом, она имеет очень, очень, очень интересные характеристики. Она действительно будет очень классно фармить, вот, если вы, конечно же, будете настреливать дамаг. В целом, хотелось выделить, конечно же, хорошую подвижность, отличную маскировку. Помимо этого, у нее просто-просто, ребят, суперское бронепробитие базовым снарядом. 288 пробоя ББшками. Вы будете пробивать практически все. Голду вы будете использовать, ну, просто в редких там случаях. Вот, у голды пробитие, кстати, 330. Более чем достаточно. Также, плюсом хотел бы выделить очень вкусный разовый урон. Альфа в 390. Я думаю, никого не оставит равнодушным. Но, конечно же, у данного танка есть недостатки. То есть, недостатком является слабый обзор на восьмом уровне. Это ПТ-САУ имеет обзор в 350 метров. Надо его максимально увеличивать, но, учитывая то, что мы все-таки ПТ, тем более с осадным режимом. Кстати, в осадном режиме, вот вы видите, я использую стереотрубу и маскировочную сеть. Даже когда у вас поворачивается корпус, маскировочная сеть и стереотруба не выключается. Так вот, учитывая, что это ПТ-САУ, нам максимально надо стараться увеличивать обзор. Поэтому из оборудования я советовал бы на данном танке возить орудийный досылатель. Увеличиваем скорострельность. Ну и, конечно же, маскировочную сеть и стереотрубу. Маскировочная сеть улучшит маскировку, которая и так на высоком уровне у данной машины. Вот, и, конечно же, стереотруба, которая как-то спасет наш достаточно слабенький обзор. Что касаемо самого боя, в целом скажу, что на данной машине фармить приятное удовольствие. Но в тех моментах, когда бой складывается, в том ключе, когда противник едет сам к вам. То есть, ваше дело только стрелять, стрелять, стрелять. Но когда вы начинаете побеждать и к противнику, конечно же, надо ехать, вот тут, конечно же, заключаются сложности. Потому что вам, помимо того, что надо приехать к противнику, надо еще успеть перейти в сменить режим, а это 2 секунды. Смена режимов происходит нажатием всего лишь одной кнопки и это клавиша влево на крестовине. Этой же клавишей вы возвращаете в предыдущий переключенный режим. Вот сейчас как раз та ситуация, когда к противнику необходимо ехать самому. И вы видите, тут есть небольшие неудобства. То есть, приехать к противнику, сменить режим, ну и, соответственно, потом нанести урон. Очень сильно данная ПТ-САУ боится ближнего боя. Потому что закрутить ее, как правило, не составляет труда. Поэтому нам надо стараться держать противника на расстоянии. Ну, учитывая, что у данной машины хорошая скорость вперед и назад, убежать или держать противника на дистанции достаточно милое дело. Что касается фарма на данной ПТ-САУ. Настреляв чуть больше 3000 единиц урона, сделал асиста 1000 урона. Настреляв 3 фрага, я нафармил за этот бой 91 тысячу серебра. Тут я отнял 10 тысяч, полученные за боевую задачу. Ну и, соответственно, этих показателей мне, на удивление, в первый день продаж данной машины хватило для получения мастера. На этом у меня все. С вами был Слим. Всем хорошего настроения и удачи вам в боях. Отличного фарма. Подписывайтесь на мой канал, если вы тут впервые. Не забудьте поддержать Слима лайком. До новых встреч. Всем пока.